Научился выполнять свои обязанности перед близкими людьми, Богу стал угоден, теперь делай добрые дела. Научись жить по заповедям. Это второй шаг для достижения успеха. Что значит успешный человек? Означает сильный и качественный. Он живет счастливо. Он не то, что загреб себе все, как бы и хомячен. Он живет счастливо, он любит людей, любит людей, любит его. Настоящее счастье означает отношения, а не нагрести, нахомячить и сидеть, как бы ждать, когда тебя посадят. Успех означает в жизни полное любви, а не просто, типа, высокое положение общества. Ну, это тоже хорошо, но для чего оно тебе нужно? Что ты там сделаешь? Нужно что-то хорошее сделать? А для этого ты должен в этом развиваться. Просто так хорошее не сделаешь, потому что сломает тебя деньги, сломает тебя слава, сломает тебя власть. То есть человек должен разве ты все с этими энергиями контактировать. Эти энергии ломают людей. Итак, у тебя есть выполнение своих обязанностей, у тебя есть служение Богу, ты стал сильным человеком. Хорошо. Начни служить обществу. А для того, чтобы служить обществу, образовывайся. Человек не может быть директором завода, если он не знает, что такое управление. Изучай это. Ты пришел к этому, ты стал сильнее себя, но сильнее просто простого человека, твои силы больше, чем просто служить семье. Хорошо. Получи образование, как управлять людьми. Получи это образование, изучай это все. Ну а еще образование также означает, проверяй себя на малом. Вот это очень важно. Изучение своего предназначения означает, проверяй себя на малом. Не спеши. Ты хочешь достигнуть своей цели? Не бери большой кредит, чтобы брать много работы. Знаете, люди делают какую главную ошибку? Допустим, он чувствует, что я хочу, допустим, завод, свое предприятие сделать. Хорошо, это твое предназначение. Ты сильно хочешь, спишь и видишь это. Не надо делать сейчас предприятие, пройти все эти шаги. Но когда ты стал уже сильным человеком, чувствуешь силу. Проверь, насколько у тебя много силы, чтобы быть успешным и какой у тебя размах. Это все зависит от твоей силы. Возьми маленькое предприятие, сделай маленькое предприятие. Попробуй, смотри, тебе люди слушаются, притягиваются, хорошие люди. Сколько хороших людей к тебе притягиваются? Если, допустим, у тебя пять лидеров, если один лидер рядом с тобой притянулся, к тебе один лидер. Если ты административный, значит, имеешь наклонности, к тебе идеолог притянется. Сможешь с ним общаться, поймешь его, как он тебе советует. Десять человек спокойно может быть в вашем коллективе. Если у тебя пять помощников, сто человек спокойно в вашем коллективе. А если ты можешь с равными даже взаимодействовать, то у тебя может быть большая корпорация вообще. Равными лидерами означает, которые тоже есть. Ну, то есть, это все возможности взаимодействовать означает сильная развитость человека. И пойми, насколько ты развит. Начни в маленьком, как в чем-то, или в подчинении работать. Подчинись кому-то и посмотри, как у тебя получается слушать человека, терпеть его, объяснять ему, давать возможность ему развиваться. Посмотри, какие у тебя силы. Потому что, если у тебя силы большие, ты можешь много. Если маленькие, развивайся, тренируйся. Ну, то есть, в этом заключается. Но если у тебя нет здоровья, бесполезно. То есть, если ты не можешь выполнять свои обязанности, у тебя жена сожрет все силы. Если ты не можешь служить жене, а хочешь служить заводу, у тебя не останется на завод, потому что жена тебя умертвит просто. Она тебя сгнобит просто, если ты ей не отдашь то, что ей положено. Поэтому отдай сначала жене, детям. У тебя силы остались, ты сильный человек, хорошо, иди отдавай всем остальным. И так проверять себя на малом. Это означает изучение. Человек изучает, как ему действовать. Он решил, что я хочу быть директором, допустим, там, фирмы. Замечательно. А может, это не твоя природа. Может, это просто твои мечты. Проверь. Люди к тебе тянутся, они подчиняются. Ты разбираешься в законах, чувствуешь себя хорошо. Ты в светском плане, у тебя сила есть. Значит, ты руководитель по природе. А бывают просто бизнесмены. Бизнесмен – это означает, человек просто бизнес делает, он людей привлекает к себе просто для достижения цели. Собрались, деньги заработали, разошлись. Это совсем другие отношения. Там нет таких отношений, в которых ты развиваешь социум. Бизнесмену не нужен социум, нужно просто обогащение. А руководителю нужен социум. Это разные по природе люди совсем. А есть ученые по природе, он вообще не хочет никем руководить. Он хочет постигать истину. И давать им эту истину людям. Это в разных вариантах может проявляться. Можно какую-то травку изобрести, которая там раз и влияет на вирус. Понять никто не может, вообще непонятно, как это все действует. Может, это шизофрения. Может, Олег Иначе что-то там с мозгами. Не то. Такое тоже бывает, что трудно понять. Ну и продвигает свою методику, если никто не может понять. Развитие означает вот это все. То есть взялся за гушь, не говори, что не дюжь. Итак, есть вот эти категории людей. Какая у тебя категория? Жизнь покажет, пробуй. Все на практике познается. Дальше следующее. Социальное развитие. Это третья ступень. Вот смотрите, мы уже как бы все проверили. То есть я хочу социально развиваться. Означает изучение, что такое социальная жизнь. Надо понять, что если ты не уважаешь свое правительство, не будет никакой социальной жизни. Ты будешь всем только мешать. Вот представьте, допустим, есть какой-то вот в теле, допустим, есть механизм. Что такое социум? Он сравнивается с телом. Вот, допустим, в теле есть печень, почки, там каждый свою функцию выполняет, все. А ты, как бы, в оппозиционной партии. Ну что значит? Это значит, что ты микроб, который разрушает организм. Ну что с тобой надо делать? Ну ты хороший микроб, конечно, там увеличиваешь иммунитет. Ну что с тобой надо делать? Ну для того, чтобы ты постоянно увеличивал иммунитет, тебя надо постоянно придушивать чуть-чуть. Потому что если ты, оппозиционная партия разрастется, значит, тогда кранты стране, понимаете? Потому что есть страна, механизм, понимаете? То есть ты уважай свою власть. Если ты можешь уважать свою власть, ты можешь стать печенью, можешь стать сердцем, почками там. Ну какая у тебя природа? Можешь мочевым пузырем там стать. Ну никто не знает. Неважно. Важно то, что ты должен влиться в этот большой организм. Страна – это организм, в котором нужны разные органы, разные функции. Все они должны уважать голову. Ну если печень не уважает голову, наступает конфликт, понимаете? Это значит, что будет смерть. Если какой-то микроб не уважает голову, ну это его природа не уважает, потому что он по природе оппозиционист. То есть ему надо постоянно со всеми спорить, на митинги выходить, кричать «я против, мы против». Ну хорошо, надо чуть-чуть душить. Иначе жизнь не будет, организм нуждается в печени, почках. Это все подчиненные, это все, которые уважают голову, понимаете? Вот представьте, рука не будет уважать голову. Допустим, голова говорит, надо есть вот это. А рука говорит, нет, будем есть вот это, и в рот своего сует. Ну тогда что, смерть. Понятно, да, система? Я просто вам сравниваю, чтобы это доходило. То есть ты хочешь развиваться в этой стране, допустим, но уважай здесь власть. Скажешь, я не могу здесь власть уважать, так нет проблем, иди развивайся в другой стране. Ты найди себе, где ты можешь власть уважать, иначе ты как лидер развиваться не сможешь. Потому что лидер это тот, кто уважает власть. Если голову не уважает какой-то орган, он не нужен этой стране, его будет страна все время отвергать, и никакого развития не будет. Это на тонком плане происходит, понимаете? Ясно? Ясно. Итак, что такое социальное развитие? Первое означает уважение. Уважай старших, научись уважать младших. Уважай какие последовательности? Первое, если ты хочешь быть лидером общества, научись уважать сначала старших. Это называется просто подчинение. Стань винтиком большого механизма. Научись понять, чем живет эта страна. Я благо, я не люблю, я не люблю. Означать не развитый человек. Сейчас таких очень много. Вот страна живет, она чем живет? Она живет трудом, управлением. Каждый что-то делает доброе, старается. Но есть люди, которые постоянно кудахтают. Их сейчас становится все больше и больше. Постоянно кудахтают. Они помогают? Нет. Если ты хочешь помочь, веди себя по-доброму. Вот, допустим, меня один человек спросил, серьезный был разговор. У нас был для лидеров семинар, кстати, завтра будет. И можете все приходить туда, если вы даже себя лидерами не считаете, все нормально. Послушайте, как идет беседа. Нам будет интересно. Один лидер говорит, Олег Геннадьевич, вот у меня есть руководитель. Я знаю лучше в этом вопросе, разбираюсь. И я хочу, чтобы он меня услышал, но я не знаю, как ему сказать. Я ему объясню. Если вы младший, вы подойдите к нему и скажите, вот я не знаю, как правильно. Объясни мне. Мне кажется, что вот так правильно. Но ты же лучше знаешь. Вот у меня опыт такой есть, что вот так, так-то мы делаем, и ничего у нас не получается. Мне кажется, что вот так правильно. Объясни мне, как правильно. Он говорит, правильно, вот так. Замечательно. Ждем. Проходит какое-то время. Вот смотри, мы опять на то же напоролись. Мне опять кажется, что вот так правильно. И он такой. Почему? Потому что когда младший, по-доброму, соблюдая субординацию, что-то говорит к старшему голову, это входит. Доброта младшего означает уважать старшего, давать ему право на ошибку, и при этом говорить ему по-доброму, как тебе кажется. И тогда он это услышит. Вот это называется уважение старшего. Понятно? Вот. И тогда он начинает слышать. А если он тебя слышит старше, он тебя начинает развивать. Он видит, что ты как бы, ты способен общаться. Означает способен сотрудничать. Означает способен быть печенью. Ответственность на себя выбрать. Или сердцем, там вообще опасная ответственность. Очень опасно от человека ставить быть сердцем страны, допустим. Отношения с равными. Это значит уже взаимодействие между печенью и сердцем. Это очень ответственное взаимодействие. Равные – это значит два лидера. И они должны научиться дружить. А это очень сложно, потому что лидер – это тот, кто имеет точно свое мнение. Вот у сердца свое мнение – это быть добрым. То есть сердце питается добротой. Нет доброты – сердце загибается. У злого человека сердце загибается. А у печени, его мнение – это сила воли. Если человек безвольный, печень загибается. Доброта и воля – это противоположные энергии. Они должны дружить. И вот здесь возникает большая сложность. И только лидеры способны. Лидер, который боля главная, он принимает доброту. Хотя доброта – это противоположность воли. А лидер, который доброта главный, принимает волю. Хотя он не понимает этого, но он принимает, дает возможность этому лидеру так себя вести. Вот когда они дают друг другу возможности, это очень сложно, потому что понять невозможно. С этого момента человек выходит на более высокий уровень развития как лидер. Он становится способным быть лидером в крупной корпорации. Крупная корпорация означает много старших вместе взаимодействовать, понимаете? А есть еще более высокое развитие, когда человек способен, становится способным уважать не только старших, не только равных, а также младших. Не развитый лидер всегда гнобит младших, но развитый лидер делает так, что младшие любят его и развиваются под его крылом. Понимаете? Это уже развитый человек. Человек, который прошел все три этапа, сначала он научился уважать старших, то есть понял, что власть это от Бога. Второй этап, он научился дружить с равными. И научился заботиться о младших, можно сравнить с мудрецом. И если, допустим, мудрец живет в храме, и он святой там, все его любят, то такой же человек, который прошел вот этот жизненный путь лидера и способен заботиться о людях, даже о младших, уважает даже младших, этот человек такой же по святости, как и священник в храме. Понимаете? Есть святые цари, а есть святые, ну как бы, мудрецы. Это святые цари или правители ценятся даже больше, чем святые мудрецы, потому что, когда ты живешь в храме, тебе легко стать святым, а когда ты в обществе живешь, очень трудно. Поэтому святой царь или тот человек, который в социальном развитии прошел этот путь развития полностью, он ценится в обществе гораздо выше, потому что он дает благо всему миру, всей земле такой человеку. Социальное развитие человека начинается с уважения старших. Но второй шаг – это дружба. Надо понять, что социально развитые люди способны уважать чужое мнение, способны выслушать чужое мнение, способны доверять людям, способны прощать им, способны давать им возможности и шанс, способны по-доброму относиться, а также способны вести себя в обществе культурно и правильно. Это означает лидер. Если человек читает лекцию, он не должен говорить плохие слова, то мне жена мне говорит, я не умею пока. Она каждый раз, я на лекцию еду, она говорит, не говорит плохие слова, кушать, а не жрать и так далее. Она мне раз говорит об этом все время, но я не справляюсь.